Под ваш костюм, под ваш образ. Давайте следующий момент. Подготовка к тканям к раскрою. Это самое важное, пожалуй, что надо учитывать при том, когда вы начинаете шить. Первое, что вам надо сделать, это проверить на усадку. Как проверить на усадку ткани? Это декотировка. Декотировка это влажно-тепловая обработка ткани. Проще всего это сделать, когда постирать. В стиральную машинку. Либо кипятком облить. Но лучше всего это делать отпаривателем, либо парогенератором. Потому что не все ткани переносят стирку в горячей воде. Они могут полинять, могут очень сильно сесть, ну и просто испортиться. Определить лицевую сторону ткани. В некоторых тканях это видно визуально, а в некоторых нет. Тогда вам надо посмотреть на кромку, и там будут выпуклые точки. Куда они выпуклые, там и лицо. Осмотреть ткань на наличие десерта. Обязательно. А то вы начнете кроить, потом развернете нашу выкруху, а у вас там пятно, либо строчка выдернулась, нитка. Определить долевую нить. Это обязательно. Кроить нужно только по долевой нити. В некоторых тканях можно по поперечной, но не во всех. В гвардине, кстати, можно. А что такое долевая нить? Долевая нить это когда... Вот ваш рулон, представьте. Он шириной 150 см стандартно. Долевая нить, она идет вниз. Вот так вот. Вот так вот идет продольная. Если нужно вам, чтобы ткань была жесткая, надо ее проклеить до углевина, до того, как вы начнете ее кроить. Разложить ткань на раскрой. Есть два варианта, как это сделать. Там это будет в следующем слайде. Дальше вы раскладываете свои детали по долевой. И огнеловка. Дальше вы режете, и уже у вас готовый ваш раскрой. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, кстати, два способа, как настелить ткань. Либо по сгибу, либо у вас идет два среза. Дальше. Следующий слайд. Элементарные правила, которые лучше запомнить, а еще лучше записать. Вот прям сфотографируйте себе вот этот слайд. Это вам очень облегчит вашу жизнь. Если вы сомневаетесь в правильности вашей выкройки, боитесь испортить ткань, сначала обязательно сшейте макеты. С какой-нибудь старой простыни, либо бабушкиных халатов, не знаю, шторки, которые вам не нужны. Если она у вас хорошо садится, все, вы можете эту выкройку разобрать, в которой вы макет сшили, и уже с него отшивать начисто. Всегда учитывайте долевую мить, потому что бывают сказусы, когда швей, новички, королят неподолевой, и потом у них едут перекошенные такие все костюмы, рукава едут. Хорошо заточенные ножницы спасут ваши нервы. Купите, не пожалейте денег, хорошие, дорогие ножницы, поверьте. Не забудьте перенести на ткань все отметки, которые есть на ваших выкройках, если они покупные. Обязательно утюжьте в процессе пошива. Это прям как кредо, запомните это. То есть строчку прострочили, боковые швы сточали под утюг, плечевые швы сточали под утюг. Обязательно. Так ваше изделие будет выглядеть гораздо аккуратнее и профессиональнее. Не забывайте о закрепках в начале и в конце строчки. Многие, кстати, это забывают, и потом начинают тянуть, и у них ползут швы. И они так удивляются. Ой, а почему? Потому что в начале строчки забыли закрепить. Закрепить можно реверсом, либо если у вас на машинке есть функция закрепка в точку, просто на кнопочку нажимаете, она автоматически сама закрепляет это. Работа с припусками обязательно учитывайте припуски. Если сомневаетесь, сделайте припуски больше. Не жалейте ткани на этом. Изнанка изделия лицом мастера. Уважайте себя в первую очередь, чтобы вам было приятно смотреть на изнанку. Давайте следующий слайд. Так, мы переходим к самому интересному. Это виды отделки. Отделка тесьмой, кружевом, стразами, нашимками. Это можно сейчас после лекции подойти здесь, все посмотреть, пощупать ручками, посмотреть, как все это пришито правильно. Бисером, вышивка, ручная, ручная роспись по ткани. Это тоже все отделка. Давайте дальше. Здесь идут примеры. Здесь у нас сутаж пришит, кружево. Кстати, лучше всего пришивать все это вручную, не на машинках, потому что машинные строчки, они видны на ваших кружевах, на сутажах и на этих лентах. Это некрасиво, особенно в близком рассмотрении и на фотографиях. Это видно прям сразу. Иногда строчка гуляет, начинается такая вот кривизна. У вас, ваша лента, которая должна лежать ровно, она вся вот такая вот ревит. Давайте следующие нашивки. Покупаете на Алиэкспрессе, если москвичи, на ботаничке, либо в любых магазинах нашивки. Нашиваете, они, кстати, здесь тоже представлены, можете посмотреть. А дальше украшаете их бусинами, стразами, бисером, чем угодно. Давайте дальше. Вышивка бусинами. Обожаю это дело. Здесь полет фантазии тоже различный. Украшаете сутаж, украшаете тесьму, по коже вышиваете, по жаккарду. Дальше. А, спасибо. Вышивка нитками. Гладью, крестиком. Очень красиво смотрите на костюмах. Здесь тоже представлено. Подойдете, посмотрите. Дальше. Стразы. Не жалейте стразы на костюмы, потому что они очень красиво смотрятся на сцене. Это ваша визитная карточка. Но аккуратнее, не переборщите, а то вы будете как новогодняя елка. Дальше. Окрашивание тканью. Это отдельный вид моей боли. Есть люди, которые покупают напечатанную ткань. Это просто золото. Я их обожаю. А есть люди, которые заказывают роспись на ткани. Это тяжело. Вот. Первый костюм – это напечатанная ткань. Второй костюм – это роспись на ткань. Восемь метров. Вам надо спастись терпением и жесткой рукой. Дальше. Здесь элементы до роспись и ткань. Дальше. И моя любимая осень. Очень люблю этот костюм, потому что здесь я использовала природные материалы для отделки. То есть здесь шишки, каштаны, орехи. Прямо на самом костюме. Покрытые лаком, приклеенные. И этому костюму уже 4 года. И с ним ничего не происходит. А листья здесь сделаны из фоамирана. Которые также приклеены на сеточку. И сеточка отдельно снимается от костюма, чтобы не портить листья при стирке. А потом привязывается к нему. Все, наверное, да? Да, это последний слайд. Если у вас есть какие-то вопросы, я вас слушаю. Скажи, пожалуйста, как называется блестящая ткань в твоей юбке? Вот это? Да, да. Это... Да, это трикотаж с напылением, но аккуратнее с ним. Можно напороться на не очень качественный. И он пойдет с такими полосами черными. Проверяй, прежде чем покупать, обязательно. Как? Но привать в интернете, чтобы это найти? Так, привать? Трикотаж с напылением глиттера. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы есть у вас? Да. А по поводу выкры. А есть, входит в интернете видео, как человек обклеивает себя скотчем, и поэтому делает выкры. Насколько это можно использовать? Ну, смотри, я такой способ не очень люблю, потому что, когда ты обклеиваешь себя скотчем, волей-неволей, ты чуть-чуть себя утягиваешь. То есть, твой размер уменьшается. Получается, потом, когда ты сошьешь по этой выкрыке, она будет меньше фактически тебя. Поэтому лучше, ну, можно это использовать, конечно. Ты можешь обмотать, накрыть, на каком-то макете на себя померить, учитывать припуски, и потом уже шить на чистом. Кто хочет подойти посмотреть в виде отделки, подходите. Я вам все покажу, расскажу. Сейчас я посмотрю. Вот, да, это, кстати.